К отделению грудного вскармливания Видновского перинатального центра относится банк молока с комнатой для сцеживания и целый штат врачей-консультантов для молодых мам. Такой подход позволяет в любых ситуациях сохранить лактацию. Особенно это важно для недоношенных детей, которые подключены к аппаратам в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Когда у мамы нет возможности их взять на руки и приложить к груди, но благодаря запасам, собранным порционно, малыш продолжает питаться самым полезным для него продуктом. Детки иногда лежат без мам в нашем учреждении и должна быть возможность получать им грудное молоко круглосуточно, смотря на то, что мамы нет в данный момент. Для этого у нас создан уже банк грудного молока, где мама может хранить сцеженное днем молоко или замораживать на более долгий срок. И мамочки, которые находятся в отделении патологий новорожденных, тоже имеющие большой запас молока, могут его хранить на будущее. Дочь Эльвира Насирова родилась 21 мая на 29 неделе весом около полутора килограммов. Мама всегда рядом с малышкой разговаривает, читает сказки и самостоятельно кормит своим сцеженным молоком. В первую очередь обязательно надо с ней поздороваться, погладить. Она сразу чувствует, когда мама зашла в палату, сразу подает знак какой-то. Ну, а после этого помыть руки, приступить к кормлению. Это все было чистенько, аккуратненько. Сын Татьяны Матвеевой Саша появился на свет еще раньше на 27 неделе и весил всего 730 граммов. За месяц уже заметно прибавил, благодаря ответственным врачам и маминой заботе. Я очень благодарна сотрудникам всем за то, взялись за нас. Я вижу результат. Мы здесь находимся больше месяца и я вижу результат по своему ребенку. То есть у меня уже дышим самостоятельно, питаемся мы хорошо. Кормимся мы исключительно грудным молоком. То есть это мое было желание и других вариантов мы вообще не рассматриваем. Потому что грудное молоко – это молоко мамы, которое напитано большим количеством элементов, микроэлементов, которые не содержатся ни в одной смеси. Грудное молоко для недоношенных детей – это не просто питание. Оно обогащено полезными веществами, защитными антителами и способствует здоровью и развитию младенцев, снижая риск осложнений. Если нет каких-либо медицинских противопоказаний со стороны мамы или со стороны ребенка, то накормление грудным молоком. Мы смотрим, как малыш усваивает, как он кушает, как он ест, растет ли он на этом. Многие мамы начинают переживать, что он на грудном скармливании как-то плохо растет. Может быть, нам больше нужно давать, а может быть, нам чаще нужно давать. Есть специальные программы, разработанные о том, как правильно хранить, как правильно сцеживать, как правильно размораживать и в дальнейшем сколько его можно хранить. Это все прописано. И благодаря этим всем правилам максимальная польза грудного молока сохраняется. В Центре поддержки грудного вскармливания врачи стараются уделить внимание всем мамам, обучить правильному прикладыванию, помогают наладить кормление сцеженным, если грудное вскармливание временно невозможно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.